Это пульс дня по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. 26-летняя украинка из Тернополя Каролина Сиина, победившая в конкурсе Мисс Япония, казалась от титула. Она была вынуждена пойти на этот шаг после того, как журналисты выяснили, что у нее роман с женатым мужчиной. Это уже второй большой скандал вокруг конкурса за две недели. Победа девушки со славянской внешностью изначально вызвала ожесточенные споры в интернете. О романе Сиина со знаменитым доктором узнали японские журналисты. 31 января еженедельный журнал Шукан Баншун выпустил материал, что Сиина встречается с несвободным мужчиной, у которого есть дети. Журналисты выяснили, что у девушки роман с 45-летним пластическим хирургом Сакомой Маэда. Печатные версии издания также публиковали фотографии, где пара держится за руки. Авторы материала отметили, что романтика – это замечательно, но мужчина давно женат, и у него дети. После выхода скандальной статьи Сиина заявила представителям своего модельного агентства, что действительно состояло в отношениях с Маэдой, но она якобы немедленно прекратила общение с ним, узнав, что у него есть жена. При этом, по ее словам, их отношения были исключительно платоническими. Сакома Маэда также дал свой комментарий. Он сообщил, что пытался подружиться с девушкой, скрывая, что женат. Но поскольку разводиться ради нее он не собирался, Сиина отвергла его ухаживание. В агентстве поверили девушке и выпустили релиз, что проверили все факты, а публикация не соответствует действительности. На сайте ассоциации конкурса «Мисс Япония» также появилась публикация в ее защиту. В ней было сказано, что инициатива исходила от женатика, скрывавшего семейное положение, а значит, девушка ни в чем не виновата. Тем не менее, позже она во всем призналась, извинилась и отказалась от титула. Тауру Вада, председатель ассоциации «Мисс Япония», извинился перед судьями, спонсорами и остальными участниками конкурса и взял на себя полную ответственность за репутационные издержки. Также он добавил, что до конца этого года никто не получит титул «Мисс Япония». В тот же день модельное агентство выпустило релиз, в котором было сказано, что выяснились новые факты о личной жизни Сиина. Оказалось, что в начале их романа она была уверена, что Майда разведен, но когда она узнала правду, они продолжили встречаться. Их отношения длились три года и были полноценными отношениями мужчины и женщины. После этого признания Сиина сама попросила разорвать с ней контракт. В своем аккаунте в Инстаграм девушка принесла извинения и добавила, что не сказала правду сразу, потому что растерялась и сильно испугалась. Она добавила, что ей очень жаль, что она доставила столько флопот организаторам конкурса и сотрудникам модельного агентства. Сиролина Сиина стала первой натурализованной гражданкой страны, выигравшей в конкурсе красоты. Среди предков девушки не было японцев, и это отличает ее от всех прежних победительниц. Сама она переехала в Японию в пять лет. По словам девушки, она участвовала в конкурсе не для того, чтобы показать свою красоту. Ей хотелось, чтобы люди увидели, кто она такая, что чувствует и что думает. Сиина не исключила, что в ее пользу сыграла необычная для Японии внешность. Мне сказали, что то, что я выгляжу не как японка, а сердце у меня японское, это плюс, утверждала Таралина. Сектор интернет-эксперты в Японии читают победу Сиина знаком времени. Другие недовольны выбором жюри. Якобы девушка не заслужила титула, потому что не похожа на японку. В 2016 году мисс Аризона Таша Диксон рассказала, что в 2001 году Дональд Трамп, который тогда владел конкурсом Мисс Вселенная, злоупотреблял своим положением. Он просто вошел, вспоминала Диксон. Не было и секунды, чтобы надеть халат. Некоторые девушки были топлив, другие были и вовсе обнажены. Наше первое знакомство с ним произошло, когда мы были на генеральной репетиции и полуголые переодевались в бикини. Так, 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 мне разрешено войти, потому что я владелец, объяснял тогда Трамп причины своего поведения. Также Таша Диксон сообщила, что организаторы Мисс Вселенная поощряли конкурсанток уделять внимание Трампу. Мисс Юта, Тэмпл Таггард, вспоминает, что Трамп поцеловал ее против ее воли. «Он поцеловал меня прямо в губы. Я подумала, боже мой, это мерзко, вспоминает девушка ее словам». Несколько месяцев спустя он пригласил ее на встречу, чтобы обсудить ее карьеру, и снова поцеловал. Тогда же Трамп посоветовал 21-летний Таггард соврать о своем возрасте. В прошлом году впервые в истории в международном конкурсе Мисс Вселенная смогли принять участие замужние дамы. Организаторы решили, что семейное положение претендента к названию главной красавицы планеты не должно становиться препятствием для их успеха. До изменения правил участвовать в конкурсе могли только женщины в возрасте от 18 до 28 лет, которые никогда не были замужем и не имели детей. 17 сентября 1983 года уроженка Нью-Йорка стала первой в истории темнокожей Мисс Америка. Это событие поистине эпохальное. А Нессе Уильямс пришлось пройти через многое. Насмешки, оскорбления, угрозы. Ее обещали облить кислотой или пристрелить во время церемонии награждения. А через несколько месяцев эротический журнал Penthouse опубликовал ее откровенные снимки, сделанные еще в 1982 году, когда наивная студентка первого кунца устроилась на летнюю подработку к известному фотографу Тома Шапелю. Он производил приятные впечатления, был вежлив, познакомил Ванессу с семьей, и когда предложил ей немного попозировать обнаженной, исключительно искусство ради, Вильямс не заподозрила подвоха. Фотографии позже Томс был за солидные 50 тысяч долларов. Изначально он предлагал их Хью Хефнеру, издателю Playboy, но тот отказался. Издатель Панхауса Боб Гучионе в свою очередь опубликовал снимки без согласия Ванессы Уильямс. Разразился грандиозный скандал. Победительница под давлением организаторов конкурса была вынуждена отказаться от титула. Ванессу Уильямс разразившаяся буря не сломила. Так или иначе, эта фотосессия действительно превратила ее в самую известную Мисс Америка в истории. Вже через несколько лет она ворвалась в музыкальные чарты с балладой «Save the Best for Last». Субтитры создавал DimaTorzok А песня «Colors of the Wind», которую она исполнила для мультфильма «Покахонтас», завоевала Грэмми, Оскар и Золотой Глобус. Субтитры создавал DimaTorzok Заполучить корону сложно, а вот лишиться ее достаточно легко. Прецеденты удивляют своей разнообразностью. Например, в 2008 году Мисс Латинская Америка попалась на перевозке оружия из Мексики в Боливию. Пока пограничники в Гвадалахаре с изумлением взирали на контрабанду, Лаура Суинге, наимно хлопая глазами, рассказывала, что просто собиралась на шоппинг. На горячем попалась и Регина Тернер, ставшая в 2011 году мисс Коннектикут. Спустя годы совместной жизни ее супруг, известный хирург Ханжо Ким, выяснил, что стабильный доход, около 700 тысяч, Регина обеспечила себе с помощью эскорту слуг. А вот Алисия Мачадо, обладательница титула «Мисс Вселенная», стала известной не благодаря откровенным съемкам в венесуэльском плейбое. Ее прославил скандал с Трампом. После конкурса он заметил, что Алисия резко поправилась и назвал ее «Мисс Пигги». Тогда Рапа объявила бойкот самая большая испаноязычная телесеть «Юнивижн» и крупнейший мексиканский медиахолдинг «Группа Телевиса». Сужит ли сила феминизма изменить архаичную структуру бизнеса, основанного на объективации женщин, вопрос все еще открытый. Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.